Всем привет, друзья! С вами Влад Широков. Это мой видеоблог. В данном случае подкаст. Сейчас я хочу поговорить о своем состоянии. Утром проснулся поздно. 13.53. Возможно, будут какие-то интересные мысли. Вчера было поздно лег. Вчера было явное и редкое желание развиваться. Как-то устал деградировать, устал от мата, устал от жизни непонятной, от глубоких людей тоже устал. В общем, устал жить. Устал жить, как это неприскорбно звучит. Сегодня понял, что нужно стремиться, знаете, к чему-то хорошему. К чему-то чистому, светлому. Как вот нас в детстве учили. Просто мы слишком, слишком, как бы теряемся, насколько это правильно можно сказать. Теряемся за рутины, за рутину событий, за деньгами и прочим. За какими-то социальными вещами, в общем. А души не остается абсолютным. Ну и плюс, в жизни очень много людей встречается. Особенно в мегаполисах люди постоянно. Ну, возможно, как перчатки. Одни уходят, другие приходят. Это такой специфика типичной шлюхи. Поэтому надо как-то поставить четкие цели, что ты хочешь в жизни. Возможно... Но цели у меня, в принципе, есть. Ну, я понял, что куда-то меня заносит порой. Потому что я ухожу от какой-то чистоты. Возможно, уже ушел и не отмелься. Но этого не хватает. Я слушал стихи одной девочки на ютубе. И мне очень понравилось, как она вообще ведет свой блог. И, блин, мне вообще нравится тема стихов. Надеюсь, я научусь более корректно как-то это читать, чтобы слух не резало, так сказать, слушателю. Я думаю, это как-то более чисто, что ли, чем просто какой-то развлекательный контент. Но и интересный для меня в первую очередь. Потому что я все делаю для себя. Но это такая, знаете, двухсмысленная фраза. Потому что она как-то и делает для себя. Если так же выкладываешь социальную сеть, и все это видят, и все это смотрят, значит, ты делаешь это для зрителя. Но художник не может быть без зрителя, потому что ему нужна постоянная вот эта подпитка эмоций, либо похвалы, либо негатива. То есть он должен слушать реакцию людей. Поэтому, в принципе, ну вот сами подумайте, если художник где-то на обитаемом острове, но он не будет рисовать, ему неинтересно. Если это не увидит никто, никто не будет рисовать. Все мы делаем для людей. И я делаю для людей, в принципе. Но со своим эгоистичным, конечно, взглядом. Вот, собственно, как это происходит. Но, в принципе, и каждый художник, он делает со своим эгоистичным взглядом, что-то пытаясь выразить. Возможно, даже иногда навязать толпе и людям свою точку зрения, какие-то амбиции или, наоборот, провокацию против чего-то. То есть четко свою позицию, выразить свою эгоистичную позицию. Ну, а это не всегда плохо, наоборот, это даже здорово. И вот так же я навязываю вам свои мнения и цитирую их. Возможно, это кого-то успокоит. Может быть, сделает мир лучше. Хотя, куда лучше. Ну, в общем, такая какая-то ситуация. Я понял, что нужно стремиться быть лучше. Как-то непродакционно звучит. И нужно читать стихи людей, стихи поэтов. Какие-то интересные вещи, которые будут радовать и меня, и зрителя. Очень мне понравились стихи Эдуарда Осадова. Мне кажется, они какие-то душевные и простые. А вот в жизни этого очень не хватает. Душевности и простоты. Да много разного, на самом деле, за свою жизнь повидаешь. И очень много с чем ты не можешь смириться, наверное, что ли. Много людей, много слов, знаете, не нужно. Вот вы, наверное, часто наблюдали там в каких-то отношениях, что вам рассказывают или строят пламя, рассказывают небылицы, что вы там будете вместе всю жизнь. Или я люблю только тебя. Ты потрясающий человек. Но на это лучше не вестись, потому что это просто, как бы, с одной стороны, манипуляция. Она, может быть, возникает сама, но это глупость. Это глупость. Поэтому я стараюсь, в принципе, молчать. И часто молчу. Просто слушаю человека, и что он хочет, и как. Есть еще такая вещь, как говорить нет. На самом деле, научиться говорить нет, это не так просто. Но если, особенно если ты зависишь там от денег, или от каких-то социальных благ, ну, это я вот, допустим, про работу, или про... Ну, это все зависит от того, насколько ты привык, и вот эта вот привычка. На самом деле, людям часто нужно говорить нет, потому что, ну, если ты не будешь говорить нет, ты будешь жить не своей жизнью. Они будут тебе крутить, как хотят, просто налево-направо. Так же и в отношениях там с девушками. Поэтому лучше сразу пресекать, если ты не нацелен на какие-то дальнейшие отношения с девушкой. Лучше говорить так, как есть. Возможно, изначально говорить. Но изначально трудно говорить, потому что ты же не можешь жить планопятанной. Вот сегодня я встану во столько, я попью чай, я там делаю то-то, то-то, то-то. Это все хаотично, особенно. Ну, вот у меня происходит хаотично. Хоть я и стараюсь как-то дисциплинировать. Но вот в выходном я встал, допустим, на себя это не похоже в час. А нет, в 12.30 у меня позвонил друг. Мы начали болтать про музыку, про вкусы, про какой-то новый взгляд. Ну, и, конечно, про девушку. Но, собственно, мне кажется, это и здорово, что жизнь такая какая-то хаотичная. Вот сейчас я прекрасно смотрю на окно, на свет, который падает. И вот такой прилег у себя в опочивальне. И захотелось сфотографировать какую-то прекрасную особу. Мне кажется, это было бы здорово. Возможно, это было даже красиво. А возможно, это было с душой. А с душой это еще сильнее. Вот к этому я, собственно, и стремлюсь. Чтобы все было с душой. Блин, мне очень нравится в подкастах такая вещь, как голос. Потому что, ну, как-то... Мне кажется, в этом формате тянет в основном голос. Тоже спросил у своего знакомого, ну, там, на телевидении постоянно. У него дикторский такой голос поставленный. Я спросил, а ты занимался этими как-то? Как это у тебя, собственно, возникло? Он говорит, все сам. Он просто тренировался там. Получается очень здорово. Он там на Первом канале часто светится. Но это не суть. Это ничего не значит. И зарплата не там. Да, вообще, на самом деле, сейчас я вот думаю о своей жизни, каких-то дальнейших влах. А, кстати, у меня один раз был такой замечательный звонок девушке с сайта знакомства. Она просто попросила номера, позвонила мне и начинала. Ну, и вот мы там позвонились. Привет, привет. Я Лёля. Я Иннокентий. Да, да. Ну, и суть в том, что она начала сразу спрашивать, а что ты? Ну, человек, на самом деле, отсаженный, в принципе, но это и даже интересно. Человек начал спрашивать. Человек начал спрашивать, чем ты занимаешься, там, ну, это тыры-пыры, там, я говорю, я вот стилист. И, как говорит, я вот работаю там психологом, психологом мусорни, и, блин, я так и думал, опа. Потом оказалось, ей 22 года, она замужем, и муж уехал во Францию, муж военный. Как я уже спросил, кто твой муж, я думаю, что, типа, это, ну, вы понимаете, ну, ну, в общем, и она такая мне говорит, а какие у тебя планы на ближайшие три года? Денег, естественно, у неё нет, ничего нет, каких-то идей, не надо, скорее всего, был какой-то разводняк, разводняк из специальности. Что-то я такой говорю, ну, снимать видео, делать это более качественно, а так, в принципе, никаких планов на ближайшие три года, да и вообще, наверное, на дальнейшую жизнь, потому что она такая хаотичная нет. Я просто хочу делать лучше, 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 делать хорошую картинку. Ну, знаете, хотите делать это совершенно разные вещи. Вот сейчас, если я пойду и куплю объектив, то у меня, в принципе, будет более четкая, интересная картинка. Я же этого не делаю, собственно. Кстати, если я сейчас забыл включить свет, может, включить этот, хотя бы, да, можно включить этот. Ну, и суть в чём, но ближайшие три года, я говорю, вот, хочу снимать видео, она что-то пыры-пыры, она говорит, я замужем, я говорю, ну, слушай, я замужем, я замужем не кружу, типа, не сплю, ничего такого, мне это не интересно, в принципе. Антка, я ж тебе не предлагаю встречаться. Ну, короче, персонаж явно дикий. Самое удивительное, но я всё узнал. От мужа она вот сидит в чате знакомств. Знаете, почему? Они там не было измен, не было ещё чего-то. Потому что ей запрещают ходить на танцы. Представляете, вот такая, то есть мужик купил квартиру, там у него ипотеку взяли, а она, естественно, не работает. Ну, или работает, там, не знаю, закопил какое-то, в принципе. Ну, это стандартно, сколько получается, звёзды какие-то. Ну, и в общем, живёт она в его квартире. Он уехал по работе, там, в командировку. И она такая решила, возможно, чтобы её пердолить. Я такой, ой, ну, понятно, что с тобой. Он меня прищемляет. Ты живёшь, блядь, на всём готов. В чужой квартире. Он тебя прищемляет. Не знаю, ну, короче, персонажи очень дикие. Детей нет, ничего нет. 22 года. О, 7 лет в Москве. Я такой, ну, здравствуйте, да. Ну, я такой общаюсь, общаюсь и понимаю, что больше лучше не общаться. У меня такой, знаете, осадок, знаете, ну, осадок, вот как будто вампир. На самом деле, это загонок, как я тоже услышал от одной знакомой, что, в принципе, есть такая теория, что вот когда на тебя влияет, да, влияет, как-то человек на тебя подавляет, это, возможно, на работе, какой-то, там, начальник или ещё что-то. Ну, какой-то принц. Или, там, в отношениях, там, вот, и такая-сякая, или такой-сякой. Это всё допускаешь ты, потому что это всё психологически. Если ты ставишь какое-то стекло, барьер, то человек не может не так, в принципе, пройти через него. Или вот у сотрудников есть добрый и плохой полицейский, типа, эта игра психологическая, этому учат, в структурах. Это нужно просто пресекать, в принципе. Но умные люди, это, конечно, серьёзно, как шпионы, там, разведчики, они пресекают на корню. Ну, это просто психологическая игра, манипуляция такая же. Но фишка в этой манипуляции, что ты, как бы, сам оказываешь на себя влияние, в принципе. То есть нет вот этих людей-вампиров, знаете, вампиризм, который вот пришёл, он тягость такая, просто, думаешь, обстановка сразу меняется. Это такое. Это всё, видите, внутри. Не знаю. И вот к чему это, собственно, рассказываю. Я рассказываю это к тому, что чем ты будешь заниматься через три года. А вот сейчас я такое задумал. Видите, знаете, любое общение, любое общение, в принципе, которое проходит в вашей жизни, оно на что-то влияет. Возможно, кинутая фраза, возможно, обидная, возможно, нет. Мы можем не воспринимать это. Да, я максимально не воспринимаю мы вообще, в принципе, на всё, как говорится. Ну, я в первом выпуске говорил, как. Но это... Парадокс в чём, что оно же в любом случае откладывается. Оно откладывается на восприятие, на восприятие человека. Какая-то кинутая фраза может как-то вспомниться через кучу времени. Ну, и с тем, что «О, меня там вот пять лет назад обидели очень». Ну, жизнь, она очень странная. Я понимаю, что самое важное, в принципе, конечно, делать чёткий выбор, чёткий выбор и не особо, знаете, влюбляться, что ли. Ну, у меня такая поэтическая душа, либо я сам её так преподношу или внушил себе, что я часто влюбляюсь каких-то непонятных, интересных, таких необычных, немножко ёбаных персонажей. Ну, это происходит интересно. Возможно, мне не хватает какого-то драйва, возможно, это просто вот стечение таких обстоятельств, но часто я вот замечаю, наверное, за свою жизнь, просто ошибка в том, что, или если это ошибка, конечно, вот тоже бабка на двое сказала, просто не умеешь говорить нет вовремя. Это очень важно, научиться говорить нет. Тогда от тебя человек чего-то, в принципе, хочет. Не знаю, возможно, это поцелуи, возможно, это встречи, возможно, ещё чего-то, а ты такой, ну, да, не хочу ничего. Но сейчас у меня такое состояние, не хочу ничего абсолютно, ну, кроме писать видео, там, говорить с вами. Нужно просто пресекать данные, если человек там начинает вот эту вот свою линию, как говорится, гнуть, свои какие-то бонусы получат в итоге, а вы будете страдать. Это уже на горьком опыте, так сказать, пройдено и много раз. Если вы не чувствуете ничего в девушке особо, то можно просто забить хуй, это идеально. Сразу, если она там начинает вкидывать фразы, ну, делайте своё дело, всё делайте. А так, вот мы будем встречаться, ты там переспишь, мы будем встречаться? Мы можем встречаться? А я такой, ну, можем. Ну, типа, у меня нет просто мысли, я не потому что я там какой-то козёл трахнул и всё. Мне, в принципе, не важно, трахнул я её или не трахнул. Это абсолютно ничего не стоит. Но вот эта вкинутая фраза, знаете, когда вы ещё не думали, а вам такие говорят, слушай, а не пойдём под венец? Нужно осаживать. Правда, я не особо научился кат. Но нужно как-то это всё пресекать. Можете говорить, я пока не думал об этом. Или это какая-то мутная, да? Мутная фразочка, я пока не думал об этом. Да, чувак, тебе конкретно спрашивают. Вот на ближайшее время ты что, хочешь из своей жизни? Типа, давай крутиться или нет? А ты такой говоришь, я пока не думал об этом. Ну, можно попробовать. И вы пробуете, и потом очень жаль, ну, вся жизнь меняется. На самом деле, вот вы сами по себе знаете, что в отношениях с любым человеком, в принципе, даже это если отношения такие дружеские, там, компания меняется, ещё что-то, вы можете заметить, как меняется ваша собственная жизнь. И жизнь меняется кардинально, причём, вы бы даже раньше не подумали, что жизнь может так кардинально меняться. Всё влияет, влияет, но это очень здорово, это очень интересно. Такая, знаете, такая вещь прям для фильма. Потому что часто ты находишь какую-то девушку, вы начинаете общаться, и у тебя кардинально всё меняется. Как ни странно, вроде всё остаётся, да, вот ты живёшь в своей этой тарелке, да, а работа у тебя та же самая, в принципе, окружение то же самое, и с самого есть. Но при этом, при этом ты с этим человеком, ты входишь в его жизнь, а у него своё окружение. И получается, твоё окружение меняется. Не в плане людей, а в плане вообще там каких-то привычек, каких-то, особенно если ты живёшь у человека, всё кардинально меняется, твои какие-то движения рушатся, возможно, от этого и возникает депрессия порой. Но это всё от иллюзии. Я вообще не очень верю словам, я не верю в то, что мне говорят, и как-то воспринимаю это всё с улыбкой, потому что 90%, 99% даже, это всё пиздёшь. Собачий, ну ты можешь поулыбаться, да-да-да, ой, ой, ты такой прекрасный, Влад, ой, ты такой замечательный, ой, ты мой родной. Это всё лажа, ты никакой нахуй не родной, никакой не прекрасный, вы просто трапы. Я всё. Жесткая правда жизни, такого ценит, но я не циничен, в принципе, а даже душевно наив. но верить излишним, знаете, похвалам, похвалам или критике, верить это дорогого стоит. сегодня у меня колоссальная тяга развиваться, развиваться как-то, но это просто тяга, это опять пиздёшь, мы никуда, просто воздух, воздух, а на самом деле, как бы, кто хочет, тот делает, достал книгу, начинаешь читать стихи, но я понял, что у меня очень цепляют стихи, вот у меня макулатура, это лежит, всяких бизнес авторов, и прочее, то есть и дрочи, я понял, что мне не хватает какого-то душевного, возможно, я хочу вогнать, Серёж, какое-то дикое пиздострадание, но мне не хватает душевного развития и какой-то чистоты, возможно, она, она, кстати, колоссально поможет мне в творчестве, как и на моём канале YouTube, как и на подкастах отразится данное влияние стихов, допустим, так и отразится в видео в каком-то продакшене, вообще восприятие, восприятие мира и в фотографии, я уже, мне уже какая-то тяга такому снимать какие-то портреты такие душевные, душевных девушек, ну, характер такой передать, знаете, ванильной, пиздострадальческой вот этой темы, с определённой обработкой, да, это многие делают, это делают кучу фотографов, но я хочу это подать в своего какого-то видения, потому что обрабатываю, а своё видение, это просто я не умею так обрабатывать, но суть не в этом, такой закос, мини-закос под плёнку, короче, но вы, наверное, поняли, о чём я говорю, вставлять я, конечно, это не буду, пример, потому что подкаст, он длится долго, и такое, разбирать его, это очень муторная история, потому что если ты пишешь там на 30 минут, тебе надо каждый файлик, плюс ещё накинуть цветокор, каждый файлик перетащить, потом закинуть, тогда я и так-то меняю планы, меняю планы, хотя бы, чтобы более посвежее, вот последний подкаст был более интереснее, мне кажется, потому что вот есть такая у меня проблема, честно вам скажу, возможно, вы увидите себя в этом, неусидчивость, или там, недоскональная вот эта вот придирчивость, детализация, там, вот эта педантичность, ну, типа, мне как-то, бля, я лёгкий, и вообще лёгкий человек, мне, как бы, на многие вещи всё равно, многие вещи я не замечаю, кстати, мне надо посмотреть, сколько идёт подкастов, хотя, куда мне спешить, если идёт разговор, я заметил такую, кстати, парадоксальную вещь, вот когда ты разговариваешь, разговариваешь с камерой, вот, как сейчас мы с вами разговариваем, на самом деле, говорить сложно, ты говоришь, как будто с психологом, с самим собой, можно с***нуться в кране, а когда ты, допустим, поставил в стрим, да, телефон, вот телефон включил, я поставил сюда, и разговариваю с вами на камеру, говорить намного легче, проще, возможно, потому что идёт общение, когда человек сидит здесь, да, или вы находитесь в компании, вообще разговор клеится просто на, только и пиши подкаст, а вот с самим собой немножко тяжелее, знаете, просто как будто откровенность, на тейп камера, да, это как сходить и рассказать о своих грехах, хотя, если я их никогда не делаю, наверное, я не смогу рассказать их больше, потому что, чем моя жизнь, на это я уже утрирую, но мне очень нравится за сегодняшний день, и, кстати, один раз я услышал такую фразу, она банальная, да, она часто, ну, говорится людьми, такими, я услышал фразу, нужно каждый день, типа, делать что-то для своей мечты, а на это, это парадокс, это заезженная, да, такая история, но, а фишка-то, суть остается та же, да, ну, на самом деле, если я просыпаюсь, ничего не сделал для своей мечты, то что я требую от жизни, почему я требую, что, чтобы, вот, что-то происходило, ну, так, в принципе, во всем, это то же самое, знаете, вы там не выходите со своего района, и думаете, блин, какая у вас ужасная жизнь, я просто это испытывал, потому что я из региона, я испытывал это, любитые мазки, сколько видел, что только на районах зависают, не видели там Кремля, представляете, хотя, ну, смысла-то особого нет, смотреть, но, фишка в том, что люди живут в своих каких-то, в своем мире, каждый человек живет в своей мире, это не обязательно творческий, да, типа, поебнутый, и живет только в своей, в своей, в своей, короче, ну, вы поняли, это касается всех, потому что у нас есть определенное окружение, у нас есть там семья, работа, дома, и, и, ну, вы же не замечаете, как живет другой человек, там, когда едете в метро, или, там, вы не думаете о том, что, что он переживает, или еще что-то, или, там, вот, допустим, 200 человек в вагоне едет, а вы даже не думаете о каждой жизни, или просто проходя мимо, когда вы идете на работу, вы не смотрите в каждое окно, задумываясь о том, какая драма происходит в каждой какой-то семье, и что происходит, когда просто включается свет рано утром, там, 7 утра или 8, когда включается свет, и люди собираются на работу, у них же своя история, это очень замечательно, и для режиссуры, или какой-то вот такой, до своего видения, это просто колоссально круто, потому что, я, кстати, это моя фишка, один раз, даже часто залипая, проходя мимо, утром особенно, я смотрю на окно, да, на окна, а там загорается свет, а мое воображение, начинает играть в такую игру, что, вот что же там происходит, возможно, человек уходит на работу, возможно, его отнимает, возможно, происходит какая-то драма, собираются дети, ну, колоссально может, чего, что угодно, возможно, это просто люди, которые только живут, чтобы работать, но у них у всех есть своя история, и, как ни парадоксально, даже у самых, таких, мало, мало, так сказать, интересных персонажей, и каких-то духовных разводств, хотя, что такое духовное разводство, есть своя, ну, это личность, в принципе, какая-то попытка, да, дальнейшенности, но есть своя фактурность, вот эта вот история, и, блин, хоть, просто оставайся, снимай по открытию, да, заходи, в каждую квартиру, и спрашивай, что у вас происходит, это, мне кажется, прикольно, это интересно, не, мы такие разные, у нас столько, вообще, возможностей, столько людей в мире, вот сейчас я сижу, и делаю этот подкаст, в Москве, да, где-то там, красивые места, красивые горы, кто-то в Майами, кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Германии, и смотрят на меня, из своего какого-то мира, из своего какого-то мира, этот мир, совершенно другой, отличается от моего, но мы разделяем наше расстояние на наши вот эти вот разные как бы полушария, одним целым, и это целый мой подкаст, видите, возможно, это сближает, возможно, это как-то разрушает единение каждого, каждой личности, каждого персонажа, но мне кажется, это очень интересно, когда ты сидишь здесь, да, ну, это просто плюс такого интернета, да, ты сидишь здесь, а тебе смотрят где-то там, это здорово, это здорово, это сближает, мне кажется, людей, вы так можете быстро находить, какие-то общие знаменатели, каких-то знакомствах, это всегда здорово, я, кстати, заметил очень важную вещь, наверное, такой парадокс, но я не всегда ее ценю, часто, когда что-то захочешь, вот, допустим, я захотел, там, заниматься видео, да, или, там, музыкой, вот, купил микрофон, или, там, поставил свет, я не стесняюсь спрашивать у людей, раньше я, ну, как-то, не особо-то, зачем спрашивать, какой-то, надоедать человеку, сейчас я, допустим, понимаю, что вот у меня человек тот и тот знакомый, да, и там, друг, он занимается тем-то, тем-то, да, допустим, там, видео, музыканты, то есть, не бояться спросить, на самом деле, не бояться спросить, о каких-то таких вещах, то есть, не надо, вот, лишний раз, испытывать страх, надо спросить, от тебя не убудет, вообще, нужно быть каким-то открытым, что ли, спрашивать о чем угодно, не бояться, что тебя там осудят, тебя никто не может осудить, ты не знаешь даже, сколько тебе осталось здесь, в принципе, и жизнь ли это вообще, то, что ты живешь? Потому что тоже, понятие жизни, оно очень колоссальное, очень разное, так же и Москвы, вот, допустим, многие вот говорят, вот ты в Москве, там, все круто, там, но Москва, она разная, понимаете, у одного Москва, это, когда ты, еле-еле на буханку хлеба, там, собираешь, и тебе, там, негде жить, постоянная, вот, это вот, проблема, а другое, когда ты живешь успешно, у тебя есть круг общения, ты живешь в центре, и там приезжает водитель, открывает тебе дверь, но это я не рассказываю про миллиардеров, и прочее, ну, просто, или, допустим, ну, не водитель, ты выходишь из своего какого-то мира, такого центра, вот, ты идешь у вас в кубку, са покупаешь виду, и, как бы, идешь в театр, или в кино, то есть, у тебя вообще расходы, ну, где-то 200 тысяч рублей в месяц, это ты не живешь богато, это ты живешь просто, для человека из регионов, он такой подумает, что, сколько, сколько там рублей в месяц, но, цены-то другие, понимаете, где-то в Нью-Йорке, 200 тысяч рублей, это просто, ты будешь еле-еле на квартиру, на Манхэкторе, да, на квартиру собирать, и, ну, тебе будет очень тяжело найти денег, потому что продукты там очень дорого стоят, и я все, мечтаю, конечно, съездить куда-то, в Америку, но не потому, что это заезженная, вот, это, какая-то мечта, просто я хотел это в детстве, и, почему бы и нет, ну, когда-нибудь, у меня нет такой цели, вот, блядь, когда же я поеду в Америку, не, ну, когда-нибудь, возможно, да, нет, типа, от меня не придет, не убудет, то, что я съезжу или нет, ну, просто, ну, прикольно, вообще, как-то, равнодушен, в принципе, к поездкам, к путешествиям, так сказать, отдыху, да, я не устаю, я устаю от людей иногда, иногда, эмоционально устаю, устаю от отсутствия каких-то денег, или там, своих, принижения своих амбиций, вот этого устаю, от себя самого, в общем, а то, что ты вот там заработался, ну, это потому, что в рабстве, чувак, ты в рабстве, и поэтому ты устаешь от работы, если ты не в рабстве, ты делаешь все в кайф, там, делаешь свое какое-то движение, да, даже вот, я всегда буду, наверное, относиться к людям, которые занимаются искусством, либо там, видео, каким-то творческим профессиям, особенно, если это биланс, с, не таким, с колоссальным уважением, потому что, как бы он ни делал, пускай он делает какое-то давно, в принципе, но, он делает то, что он хочет, он ни от того не зависит, да, мы все равно зависим, мы в обществе живем, но, это не такое, то, что ты встаешь в 9 утра, тебе надо пиздавать, что ты не можешь уйти раньше, нет вот этой вот какой-то, какого-то душевного пиздеца, который кто-то тебе, дядя говорит, поэтому я всегда буду респектовать художникам, каким, видеографам, кстати, вообще творческим людям, которые зарабатывают на билансе, свободно, ну, и плюсы я буду респектовать, потому что это колоссально сложно, все зависит от них, это сложнее даже, чем какой-то бизнес, хотя это и есть, бизнес, но это очень здорово, такой свободный поток, я этому не научился, друзья, пока я этому не научился, у меня очко жмется, и нужно к этому приходить, наверное, да, оно само все придет, я просто вот сейчас понял, какие вещи мне нужны, и как мне нравится писать видеоблог, с видеоблогом, кстати, парадоксальная тема, то, что я, ну, начал это делать, потому что занялся акциями, акции пошли вниз, обязательно скейтбордистов поснимать, надо у друзей своих спросить, я сейчас спрашивал, как всегда, это, знаете, спросишь, а потом все это теряется, все это много общения, людей много, но, к чему я это, собственно, веду, к чему я это, собственно, веду, а, ну, и, в общем, так, колоссально, вот, я спросил там у человека, кто-то, 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 и так оно пошло, поехало, вот, начал уже, уже подкаст, мне просто кто-то вкинул фразу, вот, подкасты прикольная тема, я подкасты никогда не смотрю, и как-то, знаете, относился с, осторожностью к подкастам, а потом я посмотрел, начал делать, ну, то есть я не смотрел, я начал делать сам, и мне понравилось, это, наверное, одно из, нет, это второе, как мне понравилось, мне еще нравится, когда модели я снял, раньше просто, когда я занимался, там, лет 16 этим видеоблогом своим, я даже не смотрел видео, то, что я снимаю, но сейчас у меня тоже есть эта легкость, да, я не особо режу какие-то, вот, речевые ошибки, или, ну, вот, ненужные фразы, какие-то глупости, то есть, не делаю информацию более информативной, и вот, что я заметил, вот эта вот детализация пошла, какая-то, то есть, блин, меня стало приятно смотреть, вообще говорят так, если тебе самому заходит, вот так же и в искусстве, если тебе самому заходит, то, ты должен продолжать, да, пока нельзя выкладывать какой-то материал, если тебе не нравится, я всегда укладывал то, что мне все равно, то есть, я сделал, я выложил, мне все нравится, как говорится, но сейчас я уже стал более такой, придирчивый, но это, конечно, недосконально, потому что могу я намного лучше, но просто вот резать, заморачиваться, мне очень, как-то становится, ой, блин, сколько времени на это уйдет, и постоянно, когда я режу, мне хочется поставить еще один стрим, или там, стрим, и говорить с людьми, что, собственно, происходят свои какие-то мысли, ну, вот этот формат мне очень зацепил, потому что ты, ну, мне приятно смотреть, это даже угар какой-то есть, каких-то своих, ну, во-первых, есть откровенность, ты с камерой откровенны, то есть, когда ты снимаешь там минуту-две, ты все равно другой, ты другой человек, ты смотришь через, ну, как, типа, ты подстраиваешься, ты какой-то наигранный, возможно, да, какой бы ты актер, там, полосально не был, но ты наигранный, а когда ты вот сидишь с камерой, ну, вот вы как на иди, как продолжение меня, да, то, все становится, знаете, как-то, интересным, что ли, ну, вот как я с человеком вот так поговорю, рядом, который будет сидеть со мной, так же, и вот вы можете наблюдать мой, данный, в данном случае, монолог, и вот второе, это, конечно, монолог, я обожаю монологи, вообще формат монологов, очень хочу снимать, такой формат, подходить к каким-то людям, либо договариваться с людьми, и человек с необычной судьбой, либо какой-то, ну, страдальческой судьбой, возможно, это человек с какими-то дурными привычками, либо он пережил колоссальную какую-то утрату, мне хочется снимать данный формат монологом, а так делает канал онлайн, возможно, я содрал, но я хочу делать другой картинкой совершенно, ну, типа, там более массово, как-то, ну, это уже как телевизионный проект идет, он, ну, штамповка, штампует, 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 мне хочется более душевно делать, вот, кстати, это очень помогает, вот это вот осознавание, да, вот эта штамповка, там каналы колоссальные, да, сюжет, хорошо все, но снято, знаете, очень просто, ну, вот, чем проще, ну, там один-два выпуска нормальных, так прикольно, заморочены, а другие, ну, вообще, чуть ли не на телефон снимают, хотя команда это, и такое, ты думаешь, нужно, нужно быть более детальным в своем каком-то творчестве, но я стараюсь, все равно есть какой-то прогресс, вот каждое видео, что я снимаю, я вижу свой прогресс, это тоже мне очень вдохновляет, потому что в любом деле, которым ты занимаешься, ты, ну, так колоссально не видишь прогресса, как вот в видео, или там индустрии видеоблога, здесь ты видишь все, ты заснял, ты снял видео, ты уже видишь на постобработке, то-то, 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 свои косяки, свои какие-то улучшения, плюс ты учишься говорить, ты учишься говорить на камеру, да, как это ни классно, ну, хотя я привык к камере, это меня не смущает, мне даже это нравится, возможно, но типа я не ощущаю так, что вот на меня смотрят там тысячи людей, или там миллион людей, мне просто все равно, да, кто тебя осудит, на самом деле, вот тоже, есть такое, ну, есть люди, которые заморачиваются, что запостить там в соцсетях, или там что о тебе скажут, на самом деле, это полнейший бред, потому что, ну, хорошего тебе не скажут, вот если ты там хорошо выглядишь, у тебя какие-то дорогие вещи, тебя будут все равно как-то принижать, потому что люди завистливые сами по себе, поэтому лучше о каких-то отношениях, если они серьезные, лучше не рассказывать, я вот так считаю, и так многие актеры на самом деле говорят, что личная жизнь это личная, это потому что рушится какой-то счастье, но когда уже разрушилась, можно рассказывать, можно поменять про страницу, это будет интересно послушать, но все равно, это вот уже идет разговор о том, вот все говорят, типа, ну, ничего страшного для опыта, но все для опыта в нашей жизни, то для опыта, это для опыта, а когда жить, вот я всегда так отвечаю, а когда жить, собственно, все для опыта, и самое парадоксальное, какой бы опыт ни был, ты можешь встречать сотни людей, не знаю, общаться с разными людьми, но никогда не подстелешь вот этих вот каких-то сенок, сено, когда будет пропасть, когда ты влюбишься или еще что-то, ты никогда не сможешь делать вот по накатанной, по своей структуре каких-то из прошлых отношений, потому что если ты будешь делать структуру из прошлых отношений, ну, это просто будет, наверное, это такое в общем, не влюбленность, ничего, серьезно, это просто вот ты как робот, бомбишь, вот я пришел там 9, это как вот работать без выходных, ты пришел, лег, потом проходит время, ты встал, день проходит, ты пришел, лег, и вот день сурката, ну, так же и вот будет с людьми, только лица меняться, а ты даже не будешь замечать эти имена, эти имена, эти судьбы, ну, много на самом деле, вот я часто замечаю даже там красивых каких-то девушек, много очень страдальческих каких-то судеб, может, у нас вообще модно в России страдать, да, мы любим грустить, мне кажется, не знаю, насколько это право, но я вот стараюсь тоже от этого как-то уходить, потому что, судя по-моему, вот колоссально люблю депрессивную какую-то безострадальческую музыку, вот у меня все как бы нормально, да, хорошо, за окном солнце, а вот я пишу с вами в видеоблог, но почему-то иногда хочется послушать вот какой-то вот депрессии, ты понимаешь, да, прикольно, 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 а потом эта вся чушь, чепуха, она тебя вгоняет в какое-то состояние, как бы ты этого хотел или не хотел, она вгоняет в теперь состояние, от которого ты в принципе не можешь уйти, так, я пишу 40 минут, мне кажется, мне нужно поставить на паузу, немного на самом деле отвлекся с вами, надо было проверить камеру, конечно, она записала не так, как хотелось бы, не так, как хотелось бы, в общем, но зато есть аудиозапись, которую я собственно веду с компьютера, и просто подставлю сцену, там, поклею, потому что это все равно диалог, это вот вы так прямо смотрите, там не обязательно прям досконально смотреть, как мои губы шевелятся, я там подставлю, что-нибудь придумаю, потому что у меня записалось на камере 14 минут, диалог у нас с вами уже 40, я буду клеить материальчик, так что не судите строго за то, что возможен какой-то сильный зеросинхрон, но нужно как-то учиться, учиться следить, неудобно себя снимать, потому что не видишь, нет какой-то монитор, не знаю, но вот это стремление, о чем мы начинали с вами говорить, стремление того быть как-то лучше, чище, мне нравится, мне кажется, это очень здорово, и так должно быть, все, всему свое время, как говорится, всему свое время, это очень здорово, что возникает стремление быть лучше, быть как-то чище, возможно, больше читать, вот у меня на окне, за камерой, собственно, так сказать, за вами, лежат книги, это 10 книг, они не распечатаны, представляете, но зато я просто представил, что я буду читать, буду таким развитым человеком, в итоге я от меня открыл, послушал аудио, потому что есть такая колоссальная вещь, это лень, и желание, в принципе, желание было, но лень, и усидчивость, оно рубит все на корню, в принципе, как у меня там, ну, мне пишут поснимать, модель, допустим, мне просто не хочется, потому что я живу от метро, прилично, да, мне не хочется сейчас вставать, ехать на автобусе, да, до метро, что-то там поснимать, может это модель, но разные модели, да, если это какая-то колоссальная, красивая девушка, то может я такой подниму жопу, и пойду, в центре было бы проще, я просто вышел бы из дома, вышел бы из дома, и начал бы с ними, включил play, и пошло, 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 но на самом деле, я к этому приду, сейчас, сейчас потихоньку растут акции, наконец-таки, мне кажется, мы выходим из этого такого-то кризиса, хрен его знает, как оно будет все, сегодня вырос газпром, я его поставил на продажу, он мне там немножко, на пару тысяч рублей, копейки какие-то, может заработать, будет стоя, но потихонечку, надо, кстати, возвращаться, возвращаться, вот сейчас у меня чуть-чуть осталось, куплю объектив, и куплю, как его называют, а, новую камеру, куплю объектив, новую камеру, и я буду возвращаться к своему, собственно, такой, моей подушке безопасности, акциям, википедия, видите, выручаю, возвращаться к тому, к тому, что было, и, собственно, снимать больше, каких-то подкастов, либо форматов, про акции, возможно, свои какие-то мысли, да, почему я вообще здесь занимался, какие-то интересные, я мало что могу, в этом формате вам рассказать, но это же будет совсем другая история, не хочется любить, знаете, кашу, но важно, важно осознание, стремление вот этого лучше, я даже себе запишу, запишу, очень помогает, в окно, я себе запишу, то, что, я открыл такую вещь, когда стихи, мне вообще нравятся творческие люди, особенно, если это девушки такие, они такие нежные, это цепляет, это цепляет сразу, возникает улыбка, такая нежная, типа поэтесса, знаете, любит художник, у тебя сердечко как-то, еблит, сразу улыбка, такого пошлого, пошлого лица, стремление, поэзии, как они зовут, кстати, можно, на самом деле, назвать так, глуп, это будет прикольно, будет очень здорово, поэзии, наверное, нам с вами надо закругляться, до следующего выпуска, спасибо за просмотр, ставьте лайки, можете писать комментарии, удачи вам и развития в дальнейшей вашей жизни, ну и мне, пока, место, да, Un veän 20-й, где мы Субтитры подогнал «Симон»